Limitless продолжает оставаться компанией, выделяющейся на фоне остальных. Пока другие тужатся и пытаются заинтересовать потребителей инновационной конструкцией, эти ребята просто делают красиво. И если фишкой их мехмода были сменные стаканы, то дрипку они сделали с меняющимся цветом, назвав ее просто Limitless Color Changing RDA. О комплекте поставки этого атомайзера ничего особенного не скажешь. Пластиковая коробка, формочка из поролона, сама дрипка, пара запасных орингов и винтов. Вот и все. Limitless RDA словно белая ворона. Среди однотипных стальных котлов она кажется каким-то чудаковатым устройством, прилетевшим из космоса. Магия начинается во время парения. Темно-зеленый и слегка болотный цвет корпуса при нагреве меняется на светлый салатовый оттенок. Вот и вся история на самом деле. В остальном же это относительно непримечательный атомайзер, который, однако, достаточно хорош. Топкэп сделан из стали и, на удивление, сильно не греется, даже при парении на очень высоких мощностях. Что здорово, с установкой обдува можно играться. Все зависит от того, как вы поставите корпус. В первом случае отверстия совмещаются. Затяжка становится относительно тугой и вы можете ее регулировать. А во втором, прямоугольный пропил в корпусе обдувает спирали напрямую. Настраивать уже ничего нельзя, но зато воздуха хватает с лихвой. А вот база попала к нам прямиком из 2014-го. Три стойки, конечно, некоторые парильщики все еще считают удобными, но по факту они морально устарели. Проблем с установкой массивных спиралей, правда, не возникает. Большой диаметр отверстий спасает. Да и центральная стойка не проворачивается. Использовать Limitless RDA на мехмодах с гибридным механическим коннектором можно и даже нужно. Плюсовой контакт достаточно для этого выступает. Первая пара дней использования Limitless RDA проходит в сосредоточенном наблюдении текущего цветопокрытия. Потом эта новизна проходит. И дрипка становится пусть и функциональным, но все равно несколько устаревшим атомайзером. Limitless RDA – это как топор для хипстеров. Красочный и с техническими плюшками. За ярким логотипом, который, скорее всего, слезет за пару месяцев активного использования, скрывается простой атомайзер для больших облаков и хорошего вкуса по отдельности. Ставите корпус отверстиями вверх – получаете много пара. Вниз – много вкуса. Серьезные минусы – очень-очень-очень тугие оринги, с которыми повседневно смог бы справляться только, наверное, Геракл. И отсутствие стоп-подножки на базе. Проблема состоит в том, что корпус упирается исключительно в площадку вашего девайса. И если с механическими модами все получается, то на некоторых бокс-модах с мини-колодцами для сбора жидкости юбка может как бы спуститься вниз, сбивая при этом настройку нижнего обдува. Мы благодарим компанию VaporKit за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях. Гляди, пятачок. Выходит. То есть его входит. Входит. И выходит. Субтитры сделал DimaTorzok